Хей, йоу! С вами Алекс Амар Алекс, и добро пожаловать на мой канал с моим первым обзором. И да, как вы уже заметили, я снимаю свое течло на телефон. Нет, с вашим зрением все в порядке, не волнуйтесь, это действительно телефон. Просто я нещебрат, чтобы купить нормальную камеру. Но это не мешает мне с вами поговорить на кое-какую тему. Не просто кое-какую тему, а о еноте-воре, который покорил всех женщин мира. Ну и геймеров тоже. Не-не-не-не, не тот енот, не тот, но близко. Это игра с именем главного героя, которая вышла в 2002 году и набрала кучу позитива и поклонников. Предупреждаю сразу, что я, к сожалению, не играла ни в одну игру Слая Купера. Так как у меня не было нужной консули. У меня был старый компьютер и DVD-кассеты для ящика с мультиками Уолл Дисней. Но мне не помешало познакомиться с ним, посмотрев геймплей в интернете. Ведь это сейчас удобно, правда? Тебе не нужно покупать игру, если ты можешь после его выхода посмотреть геймплей в интернете. Ну, ощущения не те. Ага, точно. Енот по имени Слай Купер, который стал хитом для PlayStation 2, PlayStation 3 и PlayStation Vita, разработанной компанией Sucker Punch Book Production и Sonsor Games. Он стал таким популярным, что он был включен в список 25 лучших новых персонажей десятилетия, а также в список самых сексуальных новых персонажей десятилетия. Ээээ... Но это как и тогда, так и сейчас выглядит привлекательно и набирает популярность. И сейчас я отношусь к этому вполне нормально. Вот мне, например, нравится Ник из Верополиса. Он довольно милый, привлекательный парень. Он лиса. Антропоморфная. Но я никакого отращения не чувствую. Главным героем игры является вор Слай Купер и его банда Черепаха Пентли и Пегемот Мюррей, которые противостоят пятерке злодеев, чтобы восстановить Воришкус Енотикус. Короче, книгу, которая содержит воровские навыки и приключения всех предков Купера. Книгу следовало назвать именно так, но название слишком большое для обложки. Критики были восхищены графикой игры и геймплеем. В то время это было круто, но были недовольны тем, что первая игра была слишком короткая. Приняв это, они сделали два хороших сиквела. Слай Купер 2 и Слай Купер 3. Они получились довольно-таки веселыми, долгими и интересными. И когда вышла четвертая серия игры Слая Купера в 2013 году, он также привлек внимание многих новых, так и старых, геймеров. Но спустя год после выхода четвертой серии игры в интернет слили тизер-трейлер, я так полагаю, о грядущем фильме о Слай Купере. А в трейлере он выглядит довольно привлекательно. Ха! Он даже привлекательнее самого Ника Уайлда. Что? Что? Я что, виновата, что его так нарисовали? Да замолчите! Гребные фанаты Ника Уайлда. И, кстати, нам явно показывают, что у Слая появились яйца. Ведь все это время он ходил без штанов. То же самое касается и Мюрре. Вообще, был такой момент. До выхода четвертой серии игры Слая Купера было много вопросов от фанатов, почему Мюрре разгуливать без штанов. Даже сделали официальный мини-ролик по этому поводу и... Почему это касается только Мюрре? Что, никого не волновало, почему Слай ходил без штанов? Не вижу в этом никакого смысла. Я даже представляю, как будет выглядеть Крамелита Фокс. А если даже она и будет в фильме, то я бы прикрыла часть ее... Да, так будет лучше. И он собрал около 4 миллионов просмотров! Вау! Мы все просто писали кипятком, узнав о том, что делается полноценный фильм на серии игр о еноте воре. И причем не просто о левом полуживотном воре, а о Слай Пупере. И причем CGI анимации, и очень даже хорошей. И я не удивлена, потому что над фильмом работает тот продюсер, что продюсировал Черепашек-ниндзя 2007 года. Сюжет там, конечно, хромает, однако драматизма и экшн-сцены довольно-таки неплохие. А анимации там просто шикарные. И с тех пор лично я с этого момента начала следить за любой информацией по поводу грядущего фильма. И когда уже наступил 2016 год, я узнала, что фильм переносится на следующий год! И тот момент, когда тебя так тянет бомбануть, так как уже наступил тот год, который ты так ждал из-за выхода данного мультфильма, я типа такая... Ну ладно, хорошо, наверное, возникли какие-то проблемы, которые стоит решить медленно, но правильно. То я не против. Перенос на следующий год? Ладно, хорошо, я за. Главное, чтобы просто фильм получился хорошим. И потом наступает следующий год! Однако ни информации, ни тизероликов, ни дополнительных трейлеров не было. И ты уже начинаешь просто недоумевать и переживать. Выясняется, что фильм переносится снова на неопределенный срок. Да ну вас нафиг! И оказывается, на этом есть причина. Почему? Но в 2016 году вышел одноименный мультфильм по серии игры о Рэчете и Кланке. Ииии он с успехом провалился. Но подождите, разве не Слай должен был выйти именно в этот год? Ведь они нас так этим убеждали, что лепили дату на постерах и в тизер-трейлере. Получилось так, что за место Слая Купера вышел Рэчет и Кланк. То есть получается, что они работали аж на двух проектах сразу. Не удивительно, что Рэчет и Кланк провалился в прокате. Они что, хотели показать нам, насколько они крутые, что могут выпустить аж два фильма сразу и при этом, я так полагаю, говорит, что это их прогресс? Что ж, у вас это получилось, правда с провалом. Однако, узнав о провале фильма, нам заявили, что создатели перенесут фильм о Слайе Купере на неопределенный срок, чтобы хорошенько поработать над сценарием и режиссурой данного фильма. Что ж, это довольно-таки мудрое и правильное решение. Не знаю насчет мудрости, но оно правильное. Знаете, я готова ждать целую вечность, чтобы посмотреть действительно хороший, интересный, продуманный фильм о воре-еноте, который покорил многих из нас. И вот что самое интересное. Совсем недавно я написала одному из создателей, который занимается анимацией фильма, Blockade Entertainment. И он написал мне, что есть шанс на выход фильма на большие экраны. Однако, кажется, что придется приостановить телевидение. Телевидение? А, наверное, мне стоит уточнить. Дело в том, что это независимая производственная компания, которая создает и производит оригинальный и лицензированный контент для игровых фильмов, телевидения и различных развлекательных цифровых платформ. Скорее всего, он имел в виду о ТВ-программе, которой они владеют. И потом до меня дошла такая мысль, что это был маленький намек на то, что они собираются сделать телесериал. Это, конечно, не факт, но меня это еще больше возволновало, что он написал это со смайликом в конце. Нет, я понимаю, что это всего лишь моя догадка. Моя фанатская, конечно. Но я не могу точно сказать, правда это или нет. Одно обнадеживает то, что мультфильм все же будет, но неизвестна лишь сама дата. Честно говоря, сделать сериал по Слайо Куперу, я считаю, это новый способ привлечь новую аудиторию. Как и старую, которая любит его и по сей день. И я только за. Мне кажется, точнее я так думаю, что мы просто должны поддержать создателей и сказать, что мы ждем данный фильм и хотим его. И кстати, вы ведь до сих пор задаетесь вопросом, будет ли продолжение игры. Я не знаю, однако они не могут вот так просто закончить на сцене, где нам определенно показывать, что будет сиквел. Я уверена, что будет. Лет так, через 10. Но это лишь мое предположение. И кстати говоря, ведь новый сериал о черепашек ниндии от Николози, он хорошо ведь зашел? Хоть они и выглядят как игрушки Хаппи Милы и характеристика персонажа слегка изменилась, но сюжет и анимация довольно-таки неплохи. Особенно сюжет. Экшен-сцены довольно хорошо проработанные. Так что, думаю, если они, конечно, постараются, то сериал о слайкупере может выйти даже отличным. И да, у меня синие волосы. Не судите меня, я знаю, какой цвет не выбирать. А так, с вами была Алекса Моралекс. И, пожалуй, начну говорить так, как говорят многие ютуберы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями. И, возможно, мы с вами увидимся с очередным обзором. Но не забывайте, что на моем канале вы можете наткнуться на много интересной творческой шняги. И, думаю, что пора выключать мое чечло. Ой, Киша, ты пришла ко мне? Иди сюда ко мне на ручки. А это мой котик. Скажи привет. Правда он милый? Кажется, он меня ненавидит. Субтитры сделал DimaTorzok